Что можно узнать о Бухаресте, просто гуляя по парку? Среди прочего, вы узнаете о том, что общего между Гитлером, Сталином и Деголем. В этой серии видео, которые мы озвучиваем на русском и на английском языках, мы рассказываем о городах и странах, у которых есть чему поучиться. Сегодня мы хотим рассказать вам о Бухаресте. При взгляде на карту Бухареста обращает на себя внимание множество голубых пятен. Это реки, которых довольно много. В Румынии вода стекает с Карпатский кор и движется на юг. Сегодня мы расскажем о территории вокруг озера Херострау, одного из 18 озер, образованных рекой Калентина. Калентина впадает в другую реку, Домбовица, которая тоже протекает через Бухарест. Домбовица впадает в реку Аргеш. О стоящем на ней городе мы планируем рассказать в одном из следующих выпусков. Аргеш впадает в Дунай, который по-румынски называется Дунаря. И о нем тоже есть что рассказать. Но почему на реке Калентина появилось озеро? Это не было изначально. Озеро искусственное. Довольно большая площадь Северная Бухареста вообще почти никак не использовалась, потому что из-за весеннего разлива рек она становилась больше. Ничего построить там было нельзя. О том, как могла выглядеть эта территория до превращения в национальный парк, можно сориентироваться по виду соседнего озера Флоряска, каким мы его увидели несколько лет назад. Только в 30-х годах XX века было принято решение сделать на этом месте национальный парк. И под это были выделены средства, приглашены зарубежные специалисты. При этом имело значение, что рядом с местом будущего парка уже существовала Триумфальная арка. Первая деревянная Триумфальная арка в Бухаресте была воздвигнута в честь обретения Румынии независимости от Османской империи в 1878 году, чтобы победоносные войска могли пройти под ней. Теперь озеро довольно велико. Его площадь составляет 77 гектаров. В центре озера находится живописный остров, пристанище птиц. Расположенный вокруг озера парк носил разные названия. Сначала, после возникновения в 1936 году, он был парком короля Кароля II, затем национальным парком, затем он носил имя Иосифа Сталина, и на его входе стояла статуя Сталина. Парк носил имена двух румынских монархов – Кароля II и Михаила I. Кароль II – это вообще отец Михаила I. Он был достаточно эксцентричным монархом, был наследником своего отца Фердинанда. В какой-то момент решил со своей любовницей уехать из Румынии, и право пристала наследия было передано Михаилу. Когда Фердинанд скончался, Михаилу было всего шесть лет. Он успел быть монархом три года, но Кароль вернулся и вернул себе престол. Правил он достаточно долго, но в 1940 году его правление закончилось катастрофой для Румынии. Румыния потеряла значительные территории. Трансильвания была передана Венгрии, а Северная Буковина и другие территории переданы Советскому Союзу. И Кароль отрекся от престола, передал власть Михаилу. То есть Михай дважды король. Михаил в 1940 году стал королем, но фактически не правил, поскольку была диктатура пронемецкая. Однако, когда советские войска разгромили немецко-румынские войска в Яско-Кишиневской операции, Михай принял решение сместить пронемецких генералов, и Румыния перешла на сторону антигиперовской коалиции. Он поддерживал достаточно честное отношение в Советском Союзе, и в Москве его даже называли король-комсомолец. Он был награжден орденом победы, но в 1947 году решили, что для Румынии как-то вот нехорошо быть монархией, и Михая сместили с престола и позволили уехать. Поэтому почти всю свою жизнь он прожил в Швейцарии. Лишь в 1992 году, после свержения коммунистического режима, он смог иногда возвращаться в Румынии, но в основном жил в Швейцарии, где и умер в возрасте 96 лет. И вот румынское правительство решило уже после смерти короля Михая назвать парк, который сначала назывался парком короля II, парком Михая I. Будучи частью реки, озеро отделено от других озер плотинами, и оттого уровень воды в реке-озере существенно регулируется. В верхней части границы озера служит железнодорожный мост. А для людей есть мостик, которым удобно пользоваться не только пешеходам, но и велосипедистам. В нижней части есть плотина с пешеходно-велосипедным мостиком и даже музеем плотины. А еще ниже автомобильный мост, на котором всегда пробки. Рядом с мостом находится крест века, который был возведен как знак памяти участником антикоммунистического восстания 1989 года. Рядом с парком Михая I на пересечении нескольких магистралей находится площадь, которая требовала звучного имени. Вначале она была названа именем румынского гайдука, но которого никто за пределами Румынии не знал. И поэтому борьба за то, чтобы дать свое имя площади, развернулась между тремя историческими деятелями. Первым на площадь прибежал Адольф Гитлер и в 1940 году дал свое имя. Но по понятным событиям в 1944 году ему пришлось оттуда убегать, и на его место прибежал Иосиф Сталин. Дальше он там называл собой эту площадь достаточно долго, но понятно, что и Сталину пришлось убегать. И в конце концов на площадь прибежал генерал Шарль де Гуль, и он до сих пор стоит там памятником, и площадь называется площадью Шарля де Гуля. На другом перекрестке рядом с парком уже упоминавшаяся Триумфальная арка. В нынешнем виде она была построена тоже в 1936 году, когда и парк ископирована с Парижской Триумфальной арки. И тогда же было начато проектирование и строительство находящейся рядом церкви Кашина, относящейся к румынской православной церкви. Купол этой церкви хорошо видно со стороны озера. На аллеях парка рядом с Триумфальной аркой много интересных объектов. Одна из аллей носит имя Майкла Джексона, и там же находится памятник ему. История развития Бухареста отразилась в архитектуре. Это здание, которое мы видим, это явный пережиток социализма. Подобное здание мы видели в Варшаве, в некоторых городах Советского Союза. Это то, что называется Сталинский ампир. Сейчас это называется дом свободной прессы, Но когда она строилась, это было здание редакции газеты «Скинтейя». А «Скинтейя» в переводе с румынского означает «искра». То есть просто взяли название «Ленинской газеты», и это стала газета румынской коммунистической партии. Как знак протеста против коммунистической диктатуры был воздвигнут памятник крылья, памятник жертвам коммунистического режима. И дальше уже капиталистическое развитие Румынии символизирует здание, которое называется World Trade Center. То есть не случайно это то же самое название, как у известных разрушенных башен в Нью-Йорке. То есть Румыния сейчас уверенно движется по пути капитализма. Проспект, который проходит между домом свободной прессы и Триумфальной аркой, носит имя графа Павла Дмитриевича Киселева. Русского государственного деятеля, который во время русско-турецкой войны командовал российскими войсками в Дунайских княжествах. Под его руководством были приняты первые конституции Молдавии и Валахии. Шоссе Киселева носит его имя, поскольку именно он инициировал строительство этой важной дороги в Бухаресте. Парк вокруг озера Херострал – это еще и зона активного отдыха. Так завершается наша сегодняшняя экскурсия по Бухаресту. Надеемся, что вы присоединитесь к нам в других путешествиях по Бухаресту, Румынии и другим странам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а в комментариях пишите репортажи из каких стран вы хотели бы увидеть на нашем канале в первую очередь.